Понимание и проявление силы происходят из сознания отделенного существования, в противном случае спонтанная деятельность присутствует там, без знания, подобно компьютеру, автоматическая деятельность присутствует там, гьяна-шунья-бхакти, но должным образом, гармоничным образом, гармония также исходит оттуда, скорее, это нечто тождественное гармонии, гьяна-шунья-бхакти, преданность, автоматическая, спонтанная деятельность, самопредание, отсутствие возможности любого обмана, грабежа или любого отклонения или любого закона или справедливости, они там не нужны. Автоматическое движение происходит гладко, должным образом, гармоничным образом, не причиняя беспокойство. Это совершенно здоровое, целостное, здоровое явление, движение. Конфликт, столкновение невозможно, не могут быть вызваны таким движением. Спонтанное движение, святое движение, которое не вызывает жалобы в этом измерении, совершенное движение. Все присутствует там, но очень сладостным образом, но все спонтанно, отсутствие расчета, отсутствие закона и справедливости, в этом нет потребности. Когда есть преступники, то нужен судья. Спонтанный поток любви, совершенный, желанный, высшей степени желанный. Благо, благо, абсолютное благо, полнота благо, абсолютное благо, все благо, нет места для каких бы то ни было подозрений или альтернативных возможностей. Нет опасений страха, ровное, гладкое течение. И состязание, казалось бы, состязание, конкуренция также служит его целям, его интересам. Движущая сила, любовь. Мать тоже наказывает ребенка, но за этим и стоит ее добрая воля в отношении ребенка, доброжелательность. Яшода порит сына. Такая жестокость. И абсолют плачет. И это лила. Не враждебность. Это следствие проявления любви в различных формах. Безвредное. Не только безвредное, но порождающее здоровье, здоровое, целостное. Динамичное эквилибриум. Безвредное. Мы можем думать, что безвредное это эквилибриум, равновесие. Там отсутствует вред. Но эквилибриум эквилибриум может быть динамичным, равновесие может быть динамичным, не порождающим беспокойство. Это гармония. Гармония, движение, но равновесие, эквилибриум присутствуют. Здоровая. Гармония. Здоровая. Гармония. Немножко. Присутствует дар бхакти. Дар бхакти. Бхакти — это дар. Но субъективные усилия все равно没有. необходимые, субъективные. Он говорит, бхакти – это дар. Но в то же время некие субъективные усилия. Бхакти – это дар. Кого? Чей дар? Чей дар? Бхакти – самосущая. Бхакти – самосущая. Бхакти – Бхагавана. Бог самосущий. Его функция, Его природа, Его сияние сосуществует вместе с Ним. Сосуществует с Ним. Изначально есть органическое целое. Различные потенции сосуществуют. Целое – органическое целое. Вовсе не так, что одно порождает другое. Это вечное явление. Вечный гармоничный организм. Какие из-за срады? Какие из-за срады? Страды? Страды. 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 Как Шрадха связана с внутренним опытом? Как Шрадха? Шрадха связана с внутренним опытом, внутренним переживанием, опытом, переживанием, да, внутренним опытом. Шрадха is positive. Шрадха позитивна. Опыт на негативной стороне. Когда мы сбиты с толку, то возникает вопрос опыта, переживания, опыта. Когда опыт прекращается, когда знание опыта прекращается, тогда Шрадха восстает, и опыту приходит конец. Мы обретаем знание, мы субъекты, это опыт. Но мы в действительности являемся объектами в мире Шрадхи. И мы пытаемся найти, отыскать ту истину, то представительство, что мы объекты, не субъекты. В области, в царстве Шрадхи, мы объекты. Продолжение следует. Продолжение следует.